Всем добра и здравия! Мы продолжаем цикл бесед по ноосферному образованию. И у нас сегодня предоставилась возможность переговорить с Валентиной Додановной напрямую. В предыдущих беседах одна из записей была по теме ноосферное образование в Казахстане. И Наталья Владимировна нам сама представляла период, когда они приехали к вам первый раз в 2003 году. И провели семинар по приглашению Департамента образования Казахстана. И вы были участниками этого эксперимента, в результате чего дальше вы получили почетное звание педагог-исследователь. Что для нас, это, наверное, очень важный момент истины. Когда, будучи Валентином Додановным, руководителем эксперимента по внедрению ноосферного образования, вы, как доктор психологических наук, будучи директором лингвистической гимназии 120, это город Алма-Ата, вы приобрели очень большой опыт с 1997 по 2008 год. И дальше вы работали как педагог-исследователь в школе номер 9 с 2008 по 2014 год. Но я считаю, что вы являетесь носителем этих знаний за столько лет. У вас период достаточно продуктивный был, результаты есть. И мы бы хотели с первых уст услышать, может быть, трудности внедрения этого метода, может быть, какие-то проблемы, которые были. А поскольку это звание, которое вам вручили педагог-исследователь, это звание в Казахстане впервые учрежденной Академией образования было в самой Республике Казахстан. Но это, наверное, очень большой плюс всем, кто занимается ноосферным образованием в том числе. Пожалуйста, расскажите уже нам теперь. Спасибо за добрые слова. Ну, начать хочу с того, что ноосферное образование к нам в лице Натальи Владимировны, представитель Александровича Оставхева, впервые приехала в 2004 году, прибыла по приглашению нашего директора департамента Симбаева. И вот, вы знаете, случайно абсолютно у меня сохранилась газета, наша республиканская газета, учитель Казахстана, главная газета учительства нашей Республики, как раз ноосферное образование, образование разумное. Оно было адресовано подвижникам три дня, которые потрясли. Это было начало, да? Это было начало. Как раз приезд. И вот здесь как раз началось у нас, можно сказать, со слов Натальи Владимировны, «По тем законам, что родился колос, и солнце луч струится с высоты, гармонии вселенского созвучья, живешь и ты». Это было обращение ко всему учительству Казахстана, в первую очередь флагману этого нашего Республики, города Алматы, с призывом начать образовывать, обучать детей по-новому. Три дня, которые потрясли. Ну, все началось с конференции, на которой были приглашены все директора, завучи, ведущих школ города. После того, как прослушали, посмотрели уроки в исполнении наших авторов, прослушали суть, методику, принципы, дидактические принципы насферного образования, нас пригласили пойти на семинары. Семинары были где-то по 10 дней, мы пошли вместе со своими завучами, и после этого у нас началось внедрение насферного образования в Алмате и во всем Казахстане. С этого началось. Я тогда, будучи директором лингвистической гимназии номер 120, у нас уже шел эксперимент, мы были в то время экспериментальной площадкой нашей Академии образования Казахстана, внедряли, поскольку у нас лингвистическое гимназие мы изучали русский, казахский, английский, плюс еще ряд других языков восточного направления, например, турецкий, японский, китайский, корейский, японский, плюс еще французский и немецкий. Конечно же, вопрос стал о перегрузке детей, потому что весь тот банк знаний, который заложен, вся физика, математика, дети должны были изучить в полном объеме. Как же успеть и то, и другое совместить в одном ребенке? Как не вызвать перегрузки, как не вызвать болезненного состояния у этих детей? Конечно, этим были озадачены. И вот ноосферное образование помогло ответить на многие из этих вопросов. Вот как раз здесь и открывается, что при ноосферном образовании потенциал детей улучшается, и здоровье, сберегающие эти программы ноосферного образования, оберегает детей в будущем от каких-то проблем с здоровьем. Да, это так, потому что действительно очень много задает вопросов наше образование, в том числе и родители, и дети к нам, поскольку после занятий, после ряда уроков они приходят и буквально в вознеможении падают на пол, потому что наше терпение, внимание детей, оно не безразмерное, поэтому, конечно же, стоял вопрос, как обучить. И вот многое из этого ноосферное образование показывало, что надо постараться сделать так, чтобы не как раньше использовалось левополушарное образование, то есть развитие логики, мышления и так далее. Но внедрение и развитие еще правого полушария поможет как раз возродить или поставить на уровень целостное образование, которое поможет преодолеть эти насущные проблемы, и в том числе и сделать образование гуманным, гуманитарным, праздничным. Почему у нас дети, которые после посещения уроков, после проведения уроков, мы всегда брали такой маленький срез, сделали и просили детей ответить на вопрос, понравилось ли, не понравилось, что понравилось, как бы тебе хотелось дальше обучаться. И многие дети говорили, это то, как бы мы хотели обучаться. Это праздник, маленький праздник на каждом, праздник открытия, открытие предмета, открытие каких-то знаний и так далее. То есть это действительно очень серьезно. Этим образованием, внедрением мы занимались в своей школе, вообще было к этому приобщено 5 школ Алматы, причем разного типа, были как образовательные, так и гимназии. Вот наши, допустим, лингвистические, плюс многопрофильные гимназии, плюс еще были школы, которые обучали на русском языке, на казахском языке. Внедрение шло. Естественно, все это отслеживалось. Отслеживалось, в частности, мы, например, делали отчет и перед Российской Академией естественных наук, потому что у нас руководителем была Наталья Владимировна Маслова. Мы посылали ей свои наработки, отслеживания, видеокомпьютерную диагностику, открытие отчеты в виде презентации ряда уроков, статей и так далее, то, что отслеживали. Ну и, конечно же, мы отчитывались перед своим министерством в лице ученого совета, в лице нашего министерства образования, куда мы посылали свои результаты отслеживания, получали какие-то пожелания, какие-то рекомендации, то, что внедряли. А в 2004 году у вас вышла книга, я ее видела в Алма-Ате, но сферное образование – это стратегический ресурс планеты, как это было потрясающе, ключевые слова, которые могли бы послужить, в общем-то, хорошим началом, и они так и проявились. Да, это, по-моему, вы, наверное, вот об этом говорите? Нет, это другая. Это была еще одна книга, опыт решения промежут. Да, это уже следующий, пятый год, а там была в 2004 году. Ключевые слова – но сферное образование, стратегический ресурс планеты. Это мы проводили конференцию, многое из того, что из выступления легло в основу того сборника. Это был сборник. Да, правильно. Сборник на работе. Там я его смотрела. Там были выступления, там были разработки уроков, там были мнения различных врачей, учителей. Ну, громко, как вы сказали. Да, ну, заявили, потому что мы читаем, что доза на сферное образование в будущем. Это так, это правда, это так. Так что вот, а здесь вот как раз в этой брошюре вы можете увидеть первые наши наработки. То есть отчет психологов, отчет нейрофизиолога. Вот у нас, в частности, была Давыдовская Наталья Александровна, она была, она кандидат психологических наук, она проводила видеокомпьютерную диагностику, отслеживала состояние детей до урока, после урока, причем не только детей, но и родителей, плюс еще тех учителей, которые присутствовали. Ну, это, конечно, не могло не дать свои плоды, потому что когда учителя видели, что ребенок идет, зажавшись на урок, а после урока он выходит расслабленным, плюс ему легко удается воспроизвести тот материал, который был, прозвучал на уроках, конечно же, это привело к тому, что родители стали нас поддерживать. И поэтому они помогали нам где-то приобретать какие-то пособия, учебники, помогали организовать семинары, оплачивали учителям, что они ездили в какие-то командировки, какие-то в отпуск. Но это существенная помощь. Это существенная помощь, потому что готовиться к урокам по этой методике сложно. Там надо же переработать, то есть система та, которая у нас строится сейчас, и та, которая идет по анасферному образованию. Мы не говорим, что это небо и земля. Нет, они должны быть приближены. И поэтому на протяжении того же 45 минут урока, который был у нас обычно, плюс тех учебников, которые были, наши учителя имели возможность чуть по новому, по другой методике вести, внедрять этот материал, показывать, предъявлять материал детям. Я еще знаю, что у вас совершенно потрясающие буквари, которые сразу приобщены были к национальной традиции и культуре Казахстана. У вас же они были с учетом традиции народа, представленные для детей в школах. Ну да, когда впервые наши коллеги, наши ученые заинтересовались этой проблемой, тоже они нам прислали свой материал. Вот это опыт ученики. Мы отслеживали, мы его нарабатывали, перерабатывали, пересылали сюда. И потом, когда эти буквари пошли, мы тоже стали приобретать для того, чтобы наши дети, в частности, вот наша внучка, моя внучка училась по этому букварию, ряд тоже учителей, детей смотрели, изучали, очень интересно. Потому что материал подобран по-другому. Тут есть и материал, который можно проанализировать, тот, который можно посмотреть, тот, который можно… То есть и размышления, и игра там может быть. И включение как раз правого полушария, это интуитивный, и творческий процесс. И мощная нравственная составляющая была заложена тоже в эти буквари, и в частности, например, в прописи, которую написала, издала, подготовила, издала, составила Марина Владимировна Ульянова. Она, например, у нее из пяти частей огромный комплекс такой, который называется «О чудесной прописи». Действительно. Они работают, они сегодня востребованы, и сегодня как бы обретают уже больше популярность, как-то, в общем-то, идет. Ну, потому что там сделано все со вниманием к ребенку, с учетом его специфики, с учетом психологических особенностей, физиологических особенностей и так далее, и так далее. То есть, вы знаете, мы все многие, наверное, какие-то давние года что-то использовали, кто-то, допустим, какие-то образы создавали, да, то есть рисунки, кто-то, допустим, старался с детьми что-то слепить, кто-то и так далее. Вот на сферное образование ценно тем, что оно все в себя внедряет. Допустим, для тех, кто визуалы, для них предполагается какая-то картинка, образ, например. Для тех, кто у нас слухачи, то есть, допустим, аудиалы, им проговаривается этот материал. То киноэстетики, например, им предлагают потрогать, пощупать, сделать что-то. И то есть вот эти все, когда вовлекаются все органы чувства, единое, да. А еще если, допустим, капнуть запах, допустим, если идет материал, изложение материала, допустим, на образе мандарины или апельсин, капнуть запах мандарины, а в конце урока он получит, допустим, кусочек мандарина, вы представляете, насколько информация заложится в долговременную память. А если потом после этого учитель, после изложения материала предложит им создать такой образ и нарисовать все то, что он запомнил, каждый ребенок делает, потом они обмениваются, каждый, что сделал, а учитель показывает свой образ, естественно, весь этот материал откладывается в долговременную память. И ребенок действительно запоминает надолго. А тут, представляете, еще мало того, он же учится каждый в своем ритме, у этого он посмотрел, что хорошо рисует. Этот хорошо объяснил, этот, допустим, поделился карандашами. То есть не только идет обучение, идет развитие, идет воспитание. Воспитание доброжелательного отношения друг к другу, восприятие материала. Конечно, это очень ценно для детей. А потом еще, когда учитель посмотрел, предложил каждому свой образ вывесить сюда и объяснить, что все это очень ценно. И когда ребенок уходит, говорит, какое настроение. Он говорит, замечательно, потому что я не устал, а я хотела бы, чтобы такие уроки продолжались дальше и дальше. Это ценно, конечно, для того, что есть внимание к ребенку. Есть у ребенка защищенность от нашего натаскивания, от нашего, как сказать, когда мы начинаем, повтори, закрепи, скажи и так далее. Монотонное изложение материала. Но там много нюансов. Жесткий менторский тон отсутствует. И здесь, на мой взгляд, очень важно, что включаются духовно-нравственные аспекты. Ребенок подключен к природе ближе и быстрее, раз вы включаете на уровне органы чувства. Это подготовка сейчас следующего нашего мероприятия, которое мы будем проводить с вернообразованием глазами врача. Да, это очень важно, потому что там как раз открытие будет мощное, почему ребенок заболевает в школе или начинает болеть в школе. Я хотела бы еще, знаете, что трудности, которые возникают, или сложности, которые в любой школе могут быть, на уровне Казахстана, ведь вы этот метод внедряли по большому счету не только впервые, но даже чуть раньше почти, чем в России, чем в Москве. Вы знаете, я вот, к сожалению, не ответила на ваш главный вопрос, который вы задали. Почему мне дали педагога-исследователь? Да. Наверное, потому что вот те поиски, которые были сопряжены с поиском истинного образования, с поиском ноосферного образования, вклада ноосферного образования в развитие, в честности, вот из-за этого, что на протяжении 2004 года по 2009, даже, 2009 год мы внедряли, и получилось не точечное внедрение, а получилось внедрение на разных предметах. То есть мы вот в этой системе проучили 27, а потом еще 29 человек. А 29 человек, представляете, мощная какая база на одной школе, когда начинает и в начальной школе, и с любого, математик, с любого предмета идет сразу, и руководитель метод объединения, и руководитель визовкафедры, и, допустим, эти завучи, то есть мощное пошло внедрение, отслеживание. И поэтому вот у нас, наверное, вот наши наработки, дойдя до Академии образования, посмотрев, они, в общем-то, в 2007 году внедрили вот это звание педагог-исследователь. Было всего тогда 20 человек по Казахстану, вот я в числе первых как раз получила этот педагог-исследователь. Ну, естественно, это не мои заслуги, это заслуги коллектива, детей, родителей, учителей, вместе все строили эту победу и прочее все. Ну вот, а вот по поводу внедрения, вы знаете, у нас вот, если сегодня бы сделать карту внедрения сферного образования, она бы получилась очень огромной, потому что впервые у вас, например, в России вот была Боровская школа, была Москва была, потом была, Бурятия была, я знаю, что Бурятия была. — Крым. — Да, Крым позже, Крым даже чуть позже, наверное, пошла. — По-позже, да? — Да, это Бурятия была. А потом уже пошло Белоруссия, Украина, вот в частности, в Крыму это было и в Севастополе, и в Симферополе, и в общем, там мощно пошли тоже, да, и сейчас продолжается, в Харькове продолжается, я знаю, внедрение этого, я знаю, что какие-то начатки пошли в Америке, что-то есть в Израиле, то есть, когда встречаемся, общаемся, отзвуки идут. Вот хотя бы взять Алмату. У нас, когда Наталья Вадимовна приезжали с Борисом Александровичем и с другими учеными Российской Академии естественных наук, да, Академии наук, они пошли внедрять это образование не только среди педагогов, у нас мощная база была приглашена врачей, психологов, психиатров, психотерапевтов, неврологов, неврологов, нейрохирургов, да. То есть, вот понимаете, где-то больше 200 человек прошли обучение, образование. Конечно же, оно всё не ушло в пустыню, всё это продолжается. Каждый на своём там, на своём месте всё это продолжает. Естественно, я думаю, что поросли это скоро, в скором времени даст свои плоды. То есть, это рассеянное, посаженное, а в какое-то время, да, это правда. Зайдут, а я думаю, что они уже прорастают, идут, потому что меняется, меняется восприятие. Даже вот, допустим, мы на базе одной школы. Менялось восприятие родителей, потому что я говорю, вот первоначально они говорили, как это, что это новое, зачем это надо будет и так далее. Оказалось, что это старое, ещё и оттуда внесено. Мало того, они уже приводили потом своих детей, младших сажали, сами садились на видеокомпьютерную диагностику, посмотреть, насколько сами расслабились. Самим интересно было. То есть, вот эти портреты, которые снимали, отслеживали, а наушили, подключали. Он был тоже один из авторов этой программы, потому что он просматривал наши наработки, говорил, всё у нас удаётся, что-то удаётся, как удаётся и так далее. Конечно, всё это вылилось в чём? Во-первых, мы издавали, вот видите, одно из них, потом мы издали ещё несколько брошюр со своими наработками, выступали на республике с опытом. Вот учёте Казахстана до сих пор ряд газет. Да, вот это интересно, потому что до сих пор это было... Это начало. Это начало. Это начало. Три дня, которые потрясли мир, да? Ну, следующее, я хочу сказать, что больше десяти, практически десять человек у нас... Да, это было очень важно. Десять человек у нас, да, приняли и защитились по этой анасферной педагогике. Это психологи, это учителя, это заучи, то есть управленцы, которые понесли. Это вот это их тоже... Например, психологическое решение конфликта, квантовый скачок в развитии личности. Важная же тема идёт. Там, допустим, идёт ещё психология, телосновомышления, медицинской практики. Ну и так далее. То есть, ну вот я не буду время затягивать, просто покажу. Плюс у нас вот это, например, вот это моя школа, лингвистическая гимназия. И вот как раз у нас был один из семинаров, когда Наталья Владимировна пришла. Это уже методика преподавания, да, которую вы делали? Да, это рассматривали и так далее, да. Ну вот это вот одна из последних книг Натальи Владимировны и моей серии учебно-методических пособий для школ и семьи на одном языке природы. Белый и золотой ключик для учителя. Как раз рассказывается о формах и методах развития на сферном образовании. И вот здесь есть наш материал. Вот он, что мы добились, как мы добились. Вот наше досье, с чего мы начали, к чему мы пришли и так далее, и так далее. Основные результаты, основные наши дипломы, это вот это всё. Это по нашей отчёту, по внедрению эксперимента по нашей школе, например. Ну а работа продолжается, вот это ряд газетов. Это золотой ключик для учителя. Книга, которая уже живёт и работает на сегодняшний день здесь, в Москве. Вот это, например, материал «Учитель Казахстана», это наша республиканская газета, главная газета учительства, которая продолжает, уже внедряет материалы. Всё, что происходит в России, мы тесно связаны. Нам что-то присылают, мы что-то отправляем. И печатается здесь в газете. Ну и, конечно же, мы продолжаем на сферное образование в Казахстане. В частности, вот, ввозим и привозим детей для того, чтобы они посмотрели, изучили, что интересного в истории. Друзья, соседи должны быть жить дружно, правильно? Продолжать. Мы дружно и жили, а продолжать жить, а не отстраняться. Конечно же. Вот поэтому я вообще была директором сначала в 120-е, потом в 9-е, которые вы сказали, там директором ещё 5 лет было. То есть более 15 лет директорства позволили увидеть ценность и значимость этого образования. И самое главное то, что должен загореться директор. Загореться директор, будут работать и все остальные. Это правильно. Это да. Потому что один учитель, конечно, воин, но на своём месте это очень трудно и долго пробивается. А если директор возьмётся, ряд педагогов возьмутся. Возможности будут другие. Конечно, возможности будут другие. Ну вот, например, здравствует другая сторона, как раз наши дети. Мы приезжали, знакомились, ходили по музеям, по выставкам Москвы. Да, да. Вот. Здесь вот Наталья, мы посетили школу имени Рушева, Надежды Рушевой, где Наталья Вадимовна как раз нам тоже всем подарила книги. Книгу. Да. Она же училась девочке, а с Надей Рушевой, да, ученицами были. Ну, это впечатление поездки, то, что дети... Отчёт, тоже ваш отчёт по поездке, да? Это мой отчёт, вот он, а это у нас дети, впечатление детей по поездке, например. Вот, например, вот эта статья была у нас тоже. В этой статье у нас мы рассказывали о том, какую дорогу выберем после школы. То есть, насколько на образовании потом будет влиять на выбор нашими детьми своего будущего, ну, естественно, будущего всего мира, да, в соответствии. Вот, какую дорогу выберу после школы. Это вот наши ученики. Вот такая статья у нас. Мне нравится мой выбор. Хочу оставить свой след, говорят дети, чтобы по Аристотелю учиться всю жизнь, мой девиз, ну, и так далее, определить свой выбор. То есть, вот эта вот отрасль из материала наших детей. Включился творческий потенциал детей и детей стали писать? Да, конечно. То есть, мы подкрепляем учебу поездками. А сколько раз газета эта выходит у вас ежемесячно? Да, два раза в месяц. Даже два раза в месяц. Ну, это тоже очень большой объем информации. Ну, она очень интересная газета, потому что, действительно, все самые главные наработки не только в Казахстане уберутся, но еще и из всего мира. Так, в частности, и России, но и наши, в том числе. Здесь тоже материал нашли. Последний от нас очень поддерживаем нашу Бориса Александровича Дорогого. Недавно у него был юбилей, и вот наши учителя, наше казахстанское учительство поздравляет его с выдающимся российскому ученому, педагогу-новатору посвящается. Наши слова благодарности за то, что он вместе с Натальей Владимировной когда-то посеял зерна, которые входят до сих пор в Казахстане. Да, входят до сих пор. Я хотела бы еще задать такой вопрос. Как вы видите будущее на сегодняшний день в Казахстане? Как это возможно продолжение этой темы? Потому что она важна, на самом деле, как никогда именно сегодня. Чем дальше идет время, тем она важнее, эта тема, потому что дети продолжают болеть и болеть во всех школах. И проблема сегодня уже встает очень быстро. Ну, видите, проблема в том, что, к сожалению, вектор времени, время, наверное, диктует свои какие-то... Коррективы? Выносит коррективы и влияет, естественно, политика, которая строится в государстве, в внешнеполитических структурах и так далее, влияет на каждую республику. В том числе, конечно, и на нас. Вот в данном случае сегодня, к сожалению, могу сказать, что мы сейчас немножко задачены другим вопросом. То есть у нас сейчас идет, к сожалению, обучение по кембриджскому образованию. То есть наши учителя проходят переобучение и предполагается, что вскоре, в 2019 году у нас будет обучение идти, не будет на русское и на казахское распределяться, будет только на одном языке. И часть предметов будет преподаваться на казахском, часть предметов будет преподаваться на английском. Но только, к сожалению, русский и русская литература будут преподаваться на русском языке. Мы очень озадачены этой проблемой. Да, это очень оборчен. Говорим. А самое обидное, что, к сожалению, вот наши наработки, серьезные наработки по нацсервному образованию пока настолько вот не внедряются. Но они имеют свои сложности, конечно, потому что надо загореться, идти и желать. И, естественно, должно быть востребовано. Должно быть востребовано. К сожалению, я думаю, тоже так же, как в России пока. Но мы надеемся на лучшее, что нацсервному образованию те люди, которых когда-то мы растили, воспитывали, которые получили свои уроки мудрости, воспитания, вот с начала нацсервного образования когда-нибудь придут во власть, придут в власти и скажут нацсервному образованию быть. Потому что они выросли, и, может быть, действительно, мы все надеемся на будущее, так как самое лучшее у нас еще все впереди. Да будет так. Спасибо всем. Спасибо. 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 Спасибо.